Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня возвращаемся в финальный сезон Ходячих Мертвецов, но уже во второй эпизод под названием Обездоленные Дети, который вышел прямо вот-таки вчера. То есть мы относительно недавно закончили прохождение первого эпизода и сразу выходит второй. В общем, в лучших традициях останавливать, оставлять финал на 10-минутную серию и, конечно же, заканчивать прохождение эпизодов прямо перед выходом следующих. Итак, скажу сразу, я знаю печальную историю о том, что компания Telltale объявила о своем банкротстве, и штат аж в 250 человек был сокращен где-то до 25, поправьте, если я не прав, и судьба дальнейших эпизодов, точнее третьего и четвертого, остается до сих пор под вопросом. Вообще есть разные информации, разные слухи о том, будут ли они заканчивать Ходячих Мертвецов, не будут ли они заканчивать, в общем, все непонятно, но будем надеяться, что они доделают этот сезон до конца. А так, получается, больше мы с вами игр от этой компании не увидим, что, конечно же, очень печально. Но не будем о плохом, поэтому давайте, бро-чаёк, и отправляемся во второй эпизод Ходячих Мертвецов. За вас, бро-чай! Поехали! В предыдущих эпизодах The Walking Dead мы с Эй Джеймом скитались долгие годы в поисках места, которое могли бы называть домом. Мы обнаружили огромный тайник с едой, который оказался ловушкой. Она едва не стала смертельной. И все-таки я очнулась, узнала, что меня спас парень по имени Марлон, лидер общины, занявший старую школу-интернат. Она могла бы стать для нас домом, настоящим. Нам пришлось вернуться на вокзал, проверить, не уцелела ли еда после взрыва. Но нам не одним это пришло в голову. Когда Эй Джей отвлек незнакомца, я толкнула его в группу Ходячих. Той ночью я нашла Марлона и Броди в подвале. Они спорили о человеке, которого я видела, и я узнала, что так напугало Броди. Он был одним из рейдеров, на которых они наткнулись в прошлом году. Марлон отдал рейдерам старших сестер Теннесси, чтобы спастись самому. Марлон напал на Броди и запер меня с ней в подвале. Когда она обратилась, мне пришлось защищаться. Марлон забрал у Эй Джей пистолет и стал убеждать остальных, что я убила Броди. Вайлет вступилась за меня. Когда все обернулись против него, Марлон сдался. Я сказала ему, что он может остаться, но лидером ему больше не быть. И тут... Марлон упал замертво. Он от выстрела Эй Джея. Он вспомнил, чему я его учила. Всегда целится в голову. Да, это был офигительный момент, и на самом деле я рад, что произошло именно так. Я уже объяснял в предыдущей серии, почему я так считаю. Этого не хватает Ходячим мертвецам, и я рад, что такие варианты развития событий все еще остались в игре. И это все не превратилось в какое-то, знаете, девчачье приключение с мишками, розовыми очками и бесконечным благодетелем. Так, ну мы вроде поспали. То есть все успокоились, как я понимаю. А, Эй Джея разве что нет с нами. А. Внезапно. Сделал тебе кофе. Это с кухни. Тен сказал, что мне можно. Я ничего не крал. Чёрный парень, который готовит кофе, а Старбакс по тебе плачет просто сейчас. Удивительно, что ты помнишь, как это делается. Давно мы не пили кофе. Кладёшь горячую воду, и всё. Точно. Спасибо. Вчера с Марлоном я слышал Льюиса, как он меня назвал. Я убийца? Ну, технически да. Нет. О, боже. Можно, можно принести лекарство из медкомбинета? Он мёртв. Запляк ему мозги выше. Ты его застрелил. Он мёртв. Ты убийца. Марлон уже сдался. Ты сама видела, как ему больно. Какой херне ты научил этого ребёнка? Луис сказал, что я убийца. Мы же должны убивать только плохих монстров там. Я плохо поступил? Я... да. Слушай, ты всё сделал правильно. По-другому поступить было нельзя. На самом деле можно, но мне нравится его решимость. Марлон был монстром. Луис этого не понимал, но он поймёт. Это было оправданно. Это было оправдано. Теперь он будет всех мочить направо и налево. Что нам теперь делать? Ваши отношения с Эй-Джейм изменились. Стреляй, Эй-Джей, по всем им. Стреляй, бро. Назад, все назад! Ты отговорила Марлона, и они взяли и убили его! Возьми Эй-Джей и иди в дом. Давай, пойдём. А, так ты их так вот просто впустишь в дом? И что нам делать, когда пацану опять кто-нибудь из нас не понравится? Нам что, тоже ждать пулю? Всё было не так. Это Марлон начал. Он убил Броди и чуть не убил меня. Эй-Джей сделал то, что должен был. Что должен был. Он точно не должен был стрелять Марлу в голову. Всё уже было кончено. Мы поняли, Луис. Уймись, уже ясно? Уймись, ты серьёзно? Пойдём. Клэм? Клэм? Пусть они не называют меня монстром. Они меня боятся. Почему? Плохим же был Марлон. Я не страшный. Я же не... Я же... Я не монстр. В нашем мире много страшного. И нам приходится быть ещё страшнее. И хочу, чтобы они меня боялись или ненавидели. Эй-Джей, посиди со мной. Нам не за что извиняться. Ты спас меня и их всех от монстра. Они поймут. Мы им поможем. Господи боже! Да помогите мне кто-нибудь! Он тебя в твой... В той аварии спас. Назад, Митч. Назад. А то что? Может, и меня разрешишь убить? Обезоружить. Ну вас к чёрту обоих! Митч запомнил это. Пошёл нахер, Митч! Имя у тебя дебильная сука! Эй, малыш, о чём задумался? Ты много Кабу убила. Ты убила своего друга Лип, потому что он стал монстром. Откуда такой вопрос? А когда ты в него выстрелила, это было убийство? Я убила его, потому что любила. Я не хотела, чтобы он страдал. Почему? Он бы умер. Он бы обратился, и я не хотела для него такой судьбы. Эй Джей запомнил это. Он заслуживал чего-то лучшего. Я тебя люблю, Клэм. Я убью тебя. И я тебя люблю. Привет. Привет, Вайлетт. Сказала за вами зайти и позвать вас. Правда? Раньше их устраивали чаще, потом перестали. Но мне кажется, сейчас-то правильно. Извините. Похолодало как-то и... Я тут кое-что принёс. Это мне? Я подумала, что тебе будет страшно, когда все на тебя злятся. Но ты очень храбрый. Как настоящий пожарный. Что это? Рисунки для Марлона и Броди. Положу к ним на могилы. Нарисовал то, о чём они мечтали. Зачем им картинки? Они же умерли. Тут смысл в другом. Отличная идея, Тен. На могилах будет смотреться красиво. Спасибо. Пусть пожарный хорошо тебе послужит. Вы подобрали куколку пожарного. А может потом поиграем? Конечно. После похорон. Их уже закопали. И скоро начнёт. Увидимся там. Будет дерьмово. Они будут говорить про Марлона и Броди иногда. Да, правда иногда ложь. Давай переживём это утро. Никого не расстраивай. Идёт? Я попробую. Подвигайте мы, чтобы осмотреться. Ой, господи, серьёзно? Вы решили напомнить тем, кто забыл? То есть первый эпизод люди поиграли. Такие, боже мой, как же управлять этой игрой? Ладно, выпить кофе. Когда будете готовы, отправляйтесь на похороны. Конечно. Нам пора. Уже скоро. На время похорона оставь это здесь. Так, ладно. Эй, Джей, а где игрушка, которую дал тебе Тен? Давай выставим её на показ вместе с остальным добром. Мне нравится всё наше добро. Хорошо. Замечательно. Тен сказала, что я храбрый. Я докажу это всем остальным. Вот и молодец. Ну такая неплохая фигурка пожарного. Более-менее. Сойдёт. Хотя бы они не завянут. Всё? Никаких комментариев? Типа, боже, какой же ты всё-таки талантливый. Ещё раз напомнить ему об этом. Так, отправиться на похороны. Ну, у нас вроде бы всё, да? Классно. На дверь смотрится просто офигительно. Ну и вроде бы... Вроде бы, ребята, всё. Время отправляться туда, куда мы не хотим идти. Но надо. Готов? Эйжей растёт на тех уроках, которые узнаёт от вас. О, вырастет плохой парень. Вы научили его защищать свои поступки. Это хорошее качество. Придите на похороны. Но для начала мы с вами оббежим периметр в надежде найти что-нибудь эдакое. Удерживайте шифт. Для бега мы прекрасно знаем это. Игра. Прекрати нам советовать то, что мы прекрасно знаем. Давайте прям посмотрим весь периметр. А вот что-нибудь валяется. Какой-нибудь предмет. Какой-нибудь кондрюшечка. Которую мы найдём и закрепим на... Не знаю. На дверном... На дверной ручке. Типа не беспокоить. Там изображение, как один человечек трахает другого. Такие в отеле видел. Это, конечно, будет смотреться странно, учитывая, что мы в одной комнате с Эй Джейм живём. Но в конце концов он подрастёт и задаст себе вопрос. Она очень сексуальная. Да, у нас разница какое-то количество лет, но мы оба взрослые люди уже. В конце концов она не моя родная... Родня. Да, и... Почему бы нам не попытаться? Попытаться поиграть в нарды в постели? Будь я Эй Джейм... Нет! Нет! Да почему сработал чертов триггер? Я должен был кровь осмотреть. Это, блин, это бесит просто. Я тогда даже не заходил, то есть я мимо пробегал. Даже не шёл внутрь. Но он меня как бы захватил. Скрип добанный. Да, скули псина. Я так же, блять, скулю, когда не могу посмотреть вещи, которые надо было посмотреть. Чё зверите? Ох, боже, они здесь. Ну и что? Они ведь знали, Броди, разве нет? Да, но Марлин, оставь их в покое. Чёрт. Клэм? Пойдём посмотрим на кровь. Да. Зачем людям похороны? На самом деле, бесполезные... Похороны, бесполезная хрень, это просто традиция и... Ну да, для многих это... На самом деле, чтобы попрощаться, и в память о любимых, и просто традиция, и все эти три варианта, они верны. Я даже не знаю, что сказать, чтобы попрощаться в память о любимых, в память... Память, просто традиция, чувак, не парься. Это очень старая традиция, ей много-много тысяч лет. Для них это важно? А всех коронят? Людей, да, иногда и животных. Даже монстров. Это несправедливо. Мир вообще несправедлив. Тен, ты готов? Броди, ты всегда мечтала о пляже, так что я нарисовала его для тебя. Марлон был... Не могу. Не для Марлона. После того, что он сделал с Близняшками и Броди. Тебе даже не нравилось Броди, ты всегда её обижала. Не могу, пусть кто-нибудь ещё. Сука. Чувак, хорош. Людей, ты больной, он же был твоим лучшим другом. Да, он накосячил, но он точно заслуживал большего, чем словить пулю от этого... пиздюка. Марлон получил как раз то, что он заслужил, после того, что он сделал с Броди. Вот-вот. Это было оправдано. Так, Клэм сказала. Тихо, не подставляй меня, чувак. Что в вас? Не могу больше это слышать. Чёрт, это ж... Блин. Вот что ты ему сказала, что он всё сделал правильно? Мы не можем. Погоди. Мы должны говорить это. Вы говорите о что? Он убил нашим другом! Вы все нужны. 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 Люди умирают. Это происходит сплошь и рядом. Остальные живут дальше. Жить дальше? И просто забыть, что сделал Эйджей? Понимаешь, о чём я? Как вообще можно этим гадам доверять? О чём ты? Я о том, что пусть проваливают нахер. Будем голосовать. Большинство решит остаться им или уходить. Сегодня. Да вы сдохнете без нас, щенки-сцены. Ладно, я не хочу уходить, но если вы все решите, иначе мы уйдём. Клэм! Ты слышал её, сопляк? Остается только голосовать, а то так и будем спорить. Нахренительно. Значит, голосуем. Луис должен проголосовать. Позовёшь его? И попробуй с ним поговорить. Ко мне, Рози. Иди сюда, девочка. Ребят, подождите в спальне, ладно? Я за вами приду. Да, ну нам какая-то жопа. Ну кто там за нас проголосует? Вот она, потом чувак, который рисует. Пожалуйста, не выгоняйте нас. Ладно, пойдём. Нас не выгонят. Ведь игра устроена так, чтобы мы кастомизировали свою комнату. Пойдём. Сделаем вид, что мы не знаем результата. Ведь это Тейл Тейл. Ха-ха. Простите, ребят. Тейл Тейл представляет. Совместно со Skybound Entertainment. Банкротство. Вот так и начинается второй эпизод с нагнетённой такой обстановки. Из-за того, что наш паренёк из гетто застрелил одного саново. Ублюдка. Я знаю, что многие из вас считают то, что он сделал немного чрезмерным. Но... 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 Я так не считаю. Я так не считаю. Я считаю, что так и надо было поступить. Но, возможно, не так резко. Возможно, да, я поступил как-то иначе, но будь у меня возможность насильственного выбора, как я уже сказал, я бы, наверное, прибегнул к нему, потому что оправдание того поступка, что он просто взял и убил свою подругу, так ещё не просто убил, он ещё и отдавал других людей. И всё это не для того, чтобы кто-то там выжил, а чтобы прикрыть свою жопу. Трусость, лицемерие, гадкость, предательство и убийство. Всё это заслуживает наказания. Да, наверное, даже убийство в ответ, почему нет. Что он делает? Зачем? Эй Джей, не надо. Ещё палец сломаешь. Иди сюда, сядь. Нет! Ах ты маленький пиздёк, чё мне... Ничего не вышло! Я сделал так, как ты сказала, но они меня даже не слушали! Марлин был плохим, я пытался объяснить им это, но они не хотели. Они хотят меня слушать! Да забей! Эй Джей, сделай вдох, вспомни, что мы делаем, когда злимся. Эй, ты же не хочешь шуметь, правда? Что мы делаем, когда злимся? Мы останавливаемся, думаем и... Я всё ещё очень злой. Я знаю, что не должен злиться. Чтобы не делать глупости. И это нормально, расстраиваться, когда тебе тяжело. Мы вместе со всем справимся, хорошо? Хорошо. Останавливаемся, думаем и... Делаем вдох, делаем вдох. Полегчало? Нихрена, судя по его листу. Всё ещё злишься? И... Кажется, мне грустно. Я сделал всё, как ты говорила. Я знаю, ты всегда внимательно слушаешь. Я хотел показать им, что я был прав, как ты и сказала. Ничего не вышло. Почему ты сказала мне так поступить, если это не помогло? Ты облажался. На самом деле, здесь нет варианта, который подходит для меня. Типа, ты облажался? Нет. Я была не права. Нет. Они просто не хотят нас слушать. Нет, они хотят слушать. Они просто не понимают. А где вариант того, что мы поступили правильно, просто они не понимают? Это... Ну... Ладно, за ответим, они просто не хотят слушать. Я думала, они нас выслушают. Я не понимала, что не знала, насколько всё плохо. Это я виновата в том, что они разозлились. Они... Ну, они ненавидят меня, а не тебя. Думаю, они ненавидят нас обоих. Я не хочу уходить. Знаю, что не хочешь, и мы не уйдём. Мне нравится знать Демы, нравится кровать, еда. Мне нравятся другие дети, не все, но Тен и Льюис, Льюис и Вайлетт нравятся. Льюис ещё за нас проголосует. Мы проголосовали. Вы должны уйти. Ясно. А нам нельзя голосовать? Я голосую за то, чтобы остаться. И этого не вам решать. Эээ... Ладно. Мне всё ясно. Мы как-нибудь переживём ваше решение. Да ладно? И это всё? Ты сама знаешь, что это полная херня, но всё равно сдаёшься? Я не сдаюсь, просто я... А смысл мне спорить-то? Вы уже всё решили? Да, решили. Да чего... Да чего же всё через жопу? Ты сказала, что если честно проголосуем, ты согласишься с решением. Да бред это всё. И ты бы это понял, если бы не прикидывался веником. О, это я прикидываюсь с веником. Ненавидела ты, Марлона, или нет, но ты должна признать, что Эйджей опасен. Как соберёте вещи, мы с Льюисом отведём вас за пределы безопасной зоны. Поможем вам добраться до дороги целыми. Спасибо, что проводите. Нет, ты говори им спасибо! Это они виноваты в том, что мы уходим. Они хотят избавиться от нас. Уйми его. Эйджей, сделай вдох. Где Тен? Я хочу попрощаться. Он очень расстроился из-за голосования, и ни с кем не разговаривает. Когда он в таком настроении, лучше его не трогать. Если что, он хотел, чтобы вы остались. Стоп! Пушка всё ещё у Эйджея. Не, мы не должны его отдавать. Дай сюда. Нет! Нет! Не, он твой, Эйджей, оставь себе. Он мой. Он нужен для монстров. Если бы ты использовал его только против монстров, я бы так не переживал. Ладно, пусть таскают при себе орудие убийства. Да, а как мы долго кастомизировали всё это, вот чёрт. Должно что-то случиться, что вернёт нас сюда, или оставит здесь. Я что, зря предметы искал? Я что, зря предметы искал? И там наверняка что-то случится, что вернёт нас обратно. Наверное. Не знаю. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и группу в Стиме. Там уведомления о новых роликах, музыка после прохождения игр, также уведомления о стримах, сторонние информации и всякое такое. Не хворайте, не болейте. Всем пока.